Осип Мандельштам – русский поэт XX века, эссеист, переводчик и литературный критик. Влияние поэта на современную ему поэзию и творчество последующих поколений многогранно. Литература веда регулярно устраивает круглые столы по этому поводу. Сам Осип Эмилиевич высказался по поводу своего отношения с окружающей его литературой, признавшись, что он наплывает на современную русскую поэзию. Знание стихотворения поэта считается признаком культуры личности наравне со знанием творчества Толстого или Пушкина. Одаренный разносторонний трогательный гений – это все об Осипе Мандельштаме, написавшем свои первые стихи на заре XX века. Тогда он писал в жанре символизма, потом переключился на акмеизм. Его поздняя поэзия говорит о мистическом прозрении. Она трагична, как и судьба самого Мандельштама, дважды обвиненного в контроляционных действиях. Сейчас творчество поэта входит в школьную и вузовскую программу обучения, как одного из ярчайших представителей Серебряного века. Его друзьями были Николай Гумилев, Марина Цветаева, Анна Ахматова. В Варшаве 3 января 1891 года в еврейской семье появился на свет мальчик. Его назвали Йосифом, но позже он сменит имя на Осип. Отец, Эмиль Мандельштам, был мастером перчаточных дел, купцом первой гильзии. Это давало ему преимущество жить вне осетлости. Мать Флора Овсеевна была музыкантом. Она оказала на сына большое влияние. В зрелости Мандельштам будет воспринимать искусство поэзии родственным к музыке. Спустя 6 лет семья уезжает из Варшавы в Петербург. Осип поступает в Тенишевское училище и учится там с 1900 по 1907 год. Это училище называют кузницей культурных кадров начала 20 века. В 1908 году Осип отправляется в Париж, чтобы учиться в Сорбонне. Там он проводит два года. Мандельштам знакомится с Николаем Гумилёвым. Страстно увлекается французской поэзией и эпосом. Он зачитывается Франсуа Виона, Бадлер, Верлен. А в промежутках между поездками в Париж посещает в Петербурге поэтические лекции Вячеслава Иванова, постигая при мудрости стихосложения. В этот период Мандельштам пишет трогательное короткое стихотворение «Нежнее нежного», посвященное Марине Цветаевой. Это произведение значимо для творчества поэта, как одно из немногих представителей любовной лирики. Поэт редко писал о любви. Мандельштам сам жаловался на любовную немоту в творчестве. В 1911 году Эмиль Мандельштам терпит финансовые трудности, поэтому Осип больше не может учиться в Европе. Для поступления в Университет Петербурга он крестится у протестантского пастора. С этого года вплоть до 1917 года длится с перерывом его учеба на романо-германском отделении историко-филологического факультета. Он учится не слишком старательно и диплома так и не получает. Мандельштам часто бывает в доме Гумилева, знакомится с Анной Ахматовой. Впоследствии дружбу с ним он считает одной из самых больших удач в жизни. Начинает печататься в журнале «Аполлон», еще и продолжает в журналах «Гиперборей» и «Новый сатирикон». В 1912 году узнает блока и проявляет симпатии как миистам, пополняя их группу, становится участником собраний цеха поэтов. В 1915 году Мандельштам пишет одно из своих самых знаменитых стихотворений «Бессонница», «Гомер», «Тугие паруса». Дебютная книга Осипа Мандельштама называлась «Камень» и переиздавалась в три раза в разные годы с разным содержанием. В это время он ведет бурную поэтическую жизнь, находясь в ее эпицентре. Как читает свои стихотворения Осип Мандельштам, можно было часто услышать в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака». Период «Камня» характеризуется выбором серьезных, тяжелых, сурово-тючевских темп, но легкостью подачи, напоминающих о верлении. После революции к поэту приходит популярность. Он активно печатается, сотрудничает с газетой «Наркомпрос» и ездит по стране, выступая со стихами. Во время Гражданской войны у него был шанс сбежать с благогвардейцами в Турцию, но он предпочел остаться в Советской России. В это время Мандельштам пишет ставшее известным стихотворение «Телефон», «Сумерки свободы» за то, что «Я руки твоей не сумел удержать». Скорбная элегия в его второй книге «Трестия» в 1922 году – это плод пережитых волнений, вызванных революцией, Первой мировой войной. Лик поэтики периода «Трестия» фрагментарный и парадоксальный. Это поэтика ассоциаций. В период 1924 по 1926 год Мандельштам пишет стихотворение для детей. Цикл «Примус», стихотворение «Два трамвая», «Клик и трамп», книгу «Стихов шары», куда вошли стихотворение «Калоша», «Рояль». До 1930 года Мандельштам берет поэтическую паузу. Зарабатывает на жизнь он в основном переводами, пишет прозу. В этот период Мандельштам создает повесть «Египетская марка», прозаическое произведение «Шум времени». В 1928 году выпускается последний сборник поэта стихотворений и сборник статей о поэзии. В 1930 он путешествует по Кавказу, куда поэт уехал в командировку по просьбе члена Политбюро ЦК ВКПБ Николая Бухарина. В Ереване он знакомится с ученым Борисом Кузиным, который оказал на поэта большое влияние. И хотя Мандельштам почти нигде не печатается, он много пишет в эти годы. Выходит его статья «Путешествие в Армению». По возвращении домой поэт пишет стихотворение «Ленинград», которое Мандельштам начинает ставшей крылатой строчкой. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез, и в котором признается в любви к родному городу». В 1930-х годах наступает третий период поэтики Мандельштама, в котором главенствует искусство метафорического шифра. В 1919 году в Киеве Осип Мандельштам влюбляется в Надежду Яковлевну Хазину. Она родилась в 1899 году в Саратове в еврейской семье, принявшей православие. На момент встречи с Мандельштамом Надежда имела прекрасное образование. Они познакомились в кафе «Хлам». Все говорили о них как о явно влюбленной паре. Литератор Деичи в воспоминаниях пишет, как Надежда ходила с букетом водяных лилий рядом с Осипом. Надя сопровождала Осипа во всех его поездках, а их было достаточно много. Они объездили Россию, Украину, Грузию. Официально оформили свои отношения лишь в 1922 году. И супруга отправилась за Мандельштамом в ссылку. В 1933 году, по словам Бориса Пастернака, Мандельштам фактически совершает акт самоубийства, читая антисталинское произведение на публике. После того, как поэт стал свидетелем крымского голода, Мандельштам написал стихотворение. «Мы живем под собой, не чуя страны», которую слушатели прозвали эпиграммой на Сталина. Из полутора десятка человек нашлись те, кто донес на поэта. В ночь на 14 мая 1934 года его подвергают аресту с последующей ссылкой в Чердын, Пермского края. Там, несмотря на поддержку жены, он совершает уже настоящую попытку самоубийства, выбрасываясь из окна. Жена все это время поддерживала Осипа, как могла. Именно она рассылала многочисленные письма, пытаясь привлечь внимание общественности к судьбе поэта. Благодаря ей были задействованы все друзья, знакомые, многочисленные инстанции. Вскоре супруги получают разрешение на переезд в город Воронеж. Нищенское существование супругов Мандельштама в городе длилось вплоть до 1937 года. Тем временем вопрос Мандельштама еще не закрыт. Обсуждается на уровне Наркома внутренних дел и Союза писателя-стихи поэта, названное доброжелателями, похабными и клеветническими. Тучи сгущались. И в 1938 году Мандельштам вновь арестован и по этапу отправлен на Дальний Восток. 27 декабря 1938 года поэта не стало. Он скончался от типа и вместе с другими несчастными похоронен в братской могиле. Место захоронения Мандельштама неизвестно. Произведения Осипа Мандельштама были запрещены в СССР еще 20 лет. После смерти Сталина поэта реабилитировали по одному из дел, а в 1987 году по второму. Его стихи, прозу, мемуары сохранила надежда Мандельштама. Что-то она возила с собой в рукописном чемодане, что-то держала только в памяти. И в 1970-80-х годах Надежда Мандельштам опубликовала несколько книг воспоминаний о поэте.